так ну что мы в первом матери ну вот мы сейчас сделаем новые брубки здесь у нас татуаж был очень знаете сколько лет назад мы делали не помню он но еще очень давно наверное лет 7 назад да наверно так вот и они остаточки остались похолодели за это время а тут у нас типа что вот какой вот весь облик не предполагает никаких серых сереньких бровок поэтому мы их очистили прошлый раз лазером они полностью практически ушли там едва-едва заметная тенька остался сегодня считаю как новые брови делаем если внимательно смотреть то можно увидеть что свой рост волос очень такой скажем так эмоциональный с большим изгибом то есть начинается низкая головка идет с большим изгибом на верхнюю точку и потом резко спускается мы решили смягчить форму то есть мы расширили головку к верху а нижние волоски использовать не будем и здесь тоже на верхушечке или лишь лишние волоски вот они под белым карандашом мы их потом выщипем чтобы такая надровная дуга еще выпуклая еще плюс и рост волос еще плюс мимика тут слишком слишком нам это слишком нужно было немножко поубавить загасить вот так что эскиз тут специально так и на этой бровке тоже это видно вот нижние волоски вот как низко начинается головка и вот резко через вот здесь вот ямку идет резко вот такой вот изгиб вот мы все это сплавным сплавным сейчас вот учитывая там все машут у нас 18 человек смотрят улыбаются и машут если у вас какие то есть вопросы задавайте ольга готова ответить на все вопросы по пигментам и так далее он сейчас работает машинка маст флэкс да да это поскольку я так уж получилось из-за того что мы у нас магазин и мы торгуем этими мостами я имею возможность бесконечно пробовать разнообразные масс модели моста и и вот это моя последняя любовь машинка очень цепкая но при этом ну как я ее мягкой конечно не назову но она мягче чем маст пен так скажем она помягче но при этом она хваткая цепкая удобная в руке на бровке самое то эти машинка не очень дорогая то есть она стоит как мастер да я тоже удивился сперва думала что это какая-то новая навороченная модель настолько мне она прям сразу зашла оль спрашивали здесь губы и глаза вы делали губы делала я тогда же не знаю сто лет вот сейчас хотим делать но сперва решили что надо их под накачать как только надо будет у нас готова чуть-чуть вывернуть верхнюю губу чтобы ее показать а вот и потом и тогда обновим но глаза да но тут уже давным-давно надо обновлять сто ли ну тут очень чуть-чуть что не осталось какие-то козебошки с глазами на заняться с губами чуть-чуть парнем номером делайте перекрытие это не перекрыть это практически работа заново я бы это перекрытием не назвала потому что остаток ну там вообще минимальнейшие его практически на коже не видно поэтому здесь чистая трешка но да действительно учитывая что некий едва заметный холодный след на коже есть плюс такое все рыженькая рыженькая веселенькая то я в эту трешку каплю первого корректора еще добавила выход на губах хорошие пирс раз увидев зажившие своими написали что прервалась дайте пожалуйста обратную связь вы нас тут видите слышите ничего не приостановилось вай-фай идет также кто пользуется пигментами ханафи присылайте нам свои зажившие работы и свежие работы в нашу группу в telegram ханафи color pigments мы будем рады увидеть ваши работы все хорошо слышно но иногда иногда плохо или иногда хорошо слышно иногда все присоединяются всем здравствуйте оля говорит всех приветствует здравствуйте девочки кому интересно тема камуфляжа и ореол не забудьте что сегодня 18 30 мы выйдем в эфир с вебинаром по поводу нашей линейки пигментов которые носят имели на максим вы иры сегодня у нас студии будет мы вместе с ней выйдем с аккаунта ханафи пола пигмент вот так же девочки повторю этот вопрос пошли про машинку маст ма эта машинка март флекс то есть она стоит 6000 рублей можно заказать ее на нашем сайте ханафи точка ру мы предоставляем еще гарантию на 6 месяцев на все машинки картриджами и какими оль вы работаете сейчас маст про маст про тоже кстати новые картриджи у нас появились в наличии я вот не знаю про другие конфигурации но тридцатка вот этот фиолетовый маст про просто огонь уже на дрове я их прямо очень люблю иногда подвисает эфир скажите пожалуйста что за машинка я работаю только вашими пигментами они крутейшие спасибо очень приятно девочки если вы не услышь не услышали если прервался прямой эфир машинка называется маст флекс она стоит 6000 рублей то есть цена вообще минимальная для такой хорошей машинки как оля уже говорила повторюсь она похожа чуть на маст пен но чуть мягче но ничем не практически не отличается довольно не вот это сложно очень отвечать на вопрос отличается чем отличается ничем не отличается она по сравнению с пеном мне лично удобнее в руке как будто бы она более цепкая прям вот я вот кончик иголочки как хватает и все сразу то есть она не мягкая да нет мягкий нет мягкая машинка это у нас п-10 маги не на на и вот это вот как ее звать с тремя буквами которые новая такой формы и вот это действительно реально мягкие машинки магия такая средней мягкости машинка помягче намного и здесь как то вот ну она конечно пожестче но все равно мягче чем пен тут конечно нужно знать какие-то технические характеристики чтобы объяснить что влияет в той или иной степени на мягкость на цепкость я не очень в этом к сожалению разбираюсь я могу только свои ощущения в работе говорить спасибо вам за ваши пигменты очень их люблю спасибо вам за отзывы за доверие нам все эти отзывы очень приятные значит не зря работаем на кубах какой пигмент слушайте ну девочки ну губы сделано семь или восемь лет назад ну по хорошему это примерно то что сейчас двушка до номер два я так думаю коротковолновик или скорее всего хотели написать короткоход или длина ход не возможно это машинка длина ход это длина съемка поближе классе сделаем видно дальше каким пигментом из ваш работать на рожеволосых девочка с белой кожей девчонки ну какие тут могут быть варианты но естественно это в первую очередь трешка может быть три плюс один может быть три надежь ослабляй лобик чтобы брок не скакала у меня под машинкой на это очень шкотно сейчас пробежимся и я нанесу анестезию на щекотку твою приглушить что я говорила по поводу рожеволосых девочек основной пигмент номер три для такие для такого типажа можно добавлять единичку вот такой смягчиться чуть посветлее будет золотистый такой можно добавлять естественно корректор номер один для того чтобы он был еще более тип теплым по рыжим прямо стал может быть еще у кого какие то вопросы есть не стесняемся на давайте повторюсь что сегодня будет прямой эфир кому интересно тема камуфляжа то есть сегодня оля и ирина максимова будет вести прямой эфир на страничке hanfi color pigments как вы знаете у нас линейка пигментов для камуфляжа 5 оттенков и 3 оттенка для ореол носят имя ирина максима сайт ирина максимова поскольку она разрабатывала эти пигменты под ее руководством по ее рецептуре мы их выпустили сегодня недавно я выходил новым годом по поводу всех остальных сегментов мы поговорили может маловато но еще как-нибудь выйдут вот а эту этот сет мы решили оставить за кадром для того чтобы специально это уже сделать автором потому что ира намного лучше про них расскажет и технические особенности особенности работы так что приходите 1830 спрашивает пятерку с корректором надо использовать не всегда часто часто скажем так скажите пожалуйста всех вальс машинки генсан что вы могли бы сказать про данную машинку больше всего мне нравится когда говорят что все хвалят что значит все кто-то хвалит кто-то ругает машинка генсан это такой древний мамонт на рынке машина для перманентного макияжа что наоборот как раз многие ей когда-то работали теперь уже есть намного более современное удобное оборудование многие ее любят но уходят от нее потому что там плоховато устроена система дезинфекции стерилизации иголочки вот картридж на систему генсана нет ну и многие хотят перейти на более современную удобную реально мамонт добрый вечер подскажите пожалуйста девочка пластиковая блондинка от природы глаза синие каким пигментами идет в розы девчонки вот смотрите без обид но все это подробнейшим образом написано в палитре палитра есть она выложена неоднократно на страничке в инстаграм на сайте у нас все пигменты описаны все это там четко проговаривается ну а по логике вещей конечно же для таких блондинок подходит номер два если она холодная блондинка платиновые глаза холодные такие морозные колючие то естественно это номер два потому что это русый цвет такой при заживлении получается серый с элементами коричневым больше серый но не графитовый не очень холодная натуральная серый сейчас мы посмотрим что тут у нас оля где такие очки можно приобрести это немецкая медицинская оптика фирмы хейне хейне пять букв моим очкам очень много лет поэтому я понятия не имею какое сейчас состояние дел в москве с этими очками но и естественно других городах не знаю поэтому гуглите и будет вам счастье также вообще можно задавать данные вопросы а и прислать фотографии клиентов например кто-то пришел к вам его не знаете каким пигментом по работе прямо отправляйте нам в группу в telegram ханфи color pigments и ольга там отвечает и много других мастеров которые работают на наших пигментов тоже дадут вам быстрый ответ поэтому если кто еще не присоединился к нам в группу в telegram пожалуйста присоединяйтесь а девочки telegram я очень вам рекомендую потому что уж уж уже там очень большое количество людей которые работают давно успешно и могут ответить на вопросы совершенно даже не обязательно это буду я единственное у нас такое там негласное правило во всяком случае я очень сильно на нем настаиваю что прежде чем задать вопрос напишите как вы думаете сами вы хотите чтобы вам посоветовали сами вы думаете что нужно взять такой ты такой ты пигмент потому-то и потому-то правильно ли я я думаю вот так задавать вопрос на мой взгляд корректнее потому что ну потому что мне очень хочется чтобы все мастера научились размышлять не просто следовать совету учителя на базовом курсе или там мастеру на мастер-классе сказали делать так я пошел и сделал так а почему сказали делать так а почему а как бы я сделала какие есть варианты почитайте палитру посмотрите работой пигментами сделанные вообще изучите тему и подумайте чем делать а уже потом можно посоветоваться правы вы или нет я вот так считаю уж извините меня мне кажется так намного полезнее чем просто выслушать чей-то совет как вас найти в telegram telegram на статье очень просто можете написать просто в поиске хана фи color pigments и вам сразу покажет наш чат поиск сразу покажет наш чат либо можете написать написать нам в инстаграм вас сразу присоединил если хотите у нас помню даже в шапке профиля есть ссылка на переход сразу в telegram чтобы темный шоколад получить лучше 4 плюс 1 или 4 плюс корректор никогда не получится темный шоколад темный шоколад это номер 5 для того чтобы он не получился излишней серы в него можно добавить корректоры корректоры также вам сейчас могу сообщить что у нас ближайшее время приезжает анна васильева с мастер-классом к нам в студию также все подробности есть у нас в инстаграме кто хотел давно делать красивую стрелку с растушевкой она вам все это сделает мастер-класс будет длиться два дня то есть теория плюс практика но если вы хотите только лишь получить теорию без практики можно один день отучиться просто посидеть на теории и без практики на следующий день это будет стоить дешевле да это будет стоить дешевле но я все равно думаю что лучше конечно все это с отработкой мастер-класс проходить потому что как-никак это очень большой опыт и просто так теория а пальцы камера попадает все извините так номер 4 это же шоколад кто сказал что это шоколад это темный брюнет называется цвет там нет это нигде слово шоколад и он для горького шоколада был запрос на горький шоколад для горького шоколада он слишком будет светлым и теплым как ваши пигменты удалять лазером удаляются лазером наверное цвет какой уходит так сейчас секундочку девочки сейчас все расскажу один секунд я посмотрю у нас тут очень маленький остаток остается непривычно сейчас я немножечко подгорну чтобы не потеряться а нет все видно а по поводу лазера значит как и многие другие органические пигменты в наших пигментах как известно большое содержание органики они вообще гибридные но органики больше всего они от лазера сразу мгновенно в ту же секунду теряют свою темную составляющую черную составляющую поэтому после лазера они выглядят желто-рыженькими сразу закладываться на этот цвет не стоит он меняется в процессе заживления со временем вот немножечко может вылезти темнота и серость оранжевость может загаситься и стать цвет более спокойным в любом случае если у вас стоит задача выправить этот татуаж сделать его более приемлемого цвета то это желто-рыженькая подложка вам всегда только в помощь она никак не мешает с ее помощью вы сможете сделать брови тепленькие не уходящие нежелательно холодный оттенок другой разговор если у вас стоит задача брови удалить полностью до чистой кожи тут конечно возникают сложности потому что лазером эту желтизну вывести практически нереально совсем поэтому тут надо подключать ремоверы вот и чередовать процедуры лазерные ремоверные или просто заканчивать ремовером у меня чисто четверка в серый уходит девочки кожа у всех разная поэтому нельзя сказать про какой-то цвет что он всегда уходит серый потому что на одном человеке естественным образом уйдет серый из-за холодной кожи на другом не так сильно на третьем вообще не уйдет вот тут надо смотреть по коже и решать если у вас есть в этом необходимость пожалуйста добавляйте корректор это никак не возграняется если это вам помогает если от этого результаты становится лучше я знаю многих мастеров которые всегда добавляют корректор я это делаю не всегда я четверку если мне нужно сделать четверку потеплее я ее стрешкой мешаю чаще чем с корректором корректор я больше добавляю при перекрытиях или пятерку если мне пятерка нужна что за техника теневая теневая растушевка никакого специального названия у нее нет обычная теневая растушевка просто у каждого мастера свои движения рукой свои наработанные какие-то удобные моменты я работаю короткими штрихами довольно таки бессистемно за что меня многие ругают я бегаю по брови тут тут там покрашу не вижу в этом ничего плохого мне так нравится работать вот максимально поверхностно едва едва касаясь кожи это самое главное правило для работы с нашими пигментами самое главное потому что только поверхностное внесение пигмента может дать адекватный цвет для захода в серость если у вас постоянно пигменты серят это значит вы не работаете поверхностно чтобы вы не говорили есть ли отзыв как они удаляются ремоверы разные бывают какие-то ремоверы лучше удалять какие-то медленнее я вообще лазовщик я ремоверами только начинаю работать вот поэтому я честно по ремоверам не готова давать такого прямо ущербывающего ответа претендующего наистину а если три плюс четыре плюс корректор получается шоколад получится шоколад горький если горький вас интересует если вас интересует молочный шоколад то возьмите плешку он так и называется milk шоколад если вам хочется темный темный горький шоколад прохладный то это пятерка с корректором извините наверное был вопрос я только присоединилась каким номером работаете номер 3 здесь трешка в сочетании с одной капелькой корректора можно ли добавлять корректор в другие фирмы и эти кончистенты поля шоколад на и и и и и Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Здесь кожа очень, скажем так, чувствительная такая, сосудистая. Я из-за этого аккуратничаю. Вообще, вот какие-то микроскопические капельки сукрываются, это какой-то нонсенс. Это очень редкость большая. Ну, не знаю, из 50 клиенток у одной и у двух. Вот сейчас как раз тот случай, поэтому я очень-очень аккуратничаю. Иголочкой прям глажу-глажу-глажу. Поэтому работа, ну, плюс еще говорили, поэтому работа помедленнее идет. Может быть, еще у вас какие-то вопросы остались? Духа-Анчаровской стаканой также служит с проезда на проспекте Одокова, Атамы-Сокровчиного, Одно-Онагазинской улице. Вы слушали новости на радиусе, на северном хорошее время. Еще раз напоминаю, за тех, кто не сначала смотрит, что, во-первых, кому интересны наши пигменты, но кто еще не в нашем чате, приходите, пожалуйста, в наш чат в Телеграм. Вот, там очень много полезной информации, возможность общаться с мастерами, с коллегами, которые на пигментах наших работают. Присоединяйтесь. Дальше я сообщаю, что сегодня в 18.30 у нас пройдет вебинар бесплатный по сету Ирины Максимовой. Пигменты для камуфляжа и ореол. Все, кто интересуется данной темой, приходите. Ирина сама придет к нам в студию и на все вопросы ответит. Ну, и я тоже. По поводу заживают, что все теплым. Но не всегда приходится смешивать с очень холодными на коррекции. Но мне пигменты ваш нравятся. Через год стабильно все. Да, спасибо большое за отзыв. Пигменты стабильные. Пигменты носятся очень долго, спокойно, постепенно выцветают, пятнами не выходят. Чуть-чуть, конечно, холодеют со временем. Но это уже имеется в виду, когда там два года и больше человек носит. Для органических пигментов это нормальное состояние. Также еще раз напоминаю для тех, кто не видел рекламу, что в феврале у нас мастер-класс Ани Васильевой. Я думаю, что многие ее знают. Таня Васильева последний год, 20-й, и 19-й, наверное, тоже. Но 20-й особенно феерически выступила на многих чемпионатах. Она призер многих-многих чемпионатов, особенно именно в технике растушевки глаз. Талантливая последовательница, так скажем, ученица нашей обожаемой Оли Костенецкой. Вот, вы можете посетить ее мастер-класс в нашей студии. Пишет то, что просто не нужно заглубляться или делать много проходов. И пиги супер. Да, просто дело в том, девчонки, что, к великому сожалению, многие не знают, что такое не заглубляться. Говорят, что я работаю поверхностно. Начинаешь проверить, насколько поверхностно. Как правило, без личной встречи с человеком невозможно. Когда человек приходит на мастер-класс и показывает, как он работает, вдруг оказывается, что это совсем не то, что я понимаю под поверхностной работой. Секундочку. Все? Нет, нет, не рассчитывайте. Еще не все. Что случилось? Все хорошо. Лежите, отдыхайте, девочка. Сама же сказала, что тебе нужно отдохнуть. Вот отдыхай. Так, я хочу подщипать волоса, которые мешают. Такие красивые воздушные бровки получились. Это ты говоришь? Нет, читаю. Да? Ну, спасибо. А, спрашивают, вы слышали про школу Грея Тульяна Алексеевой? А вы слышали школу Грея Тульяна Алексеевой? Нет, не слышно. Девчонки, сейчас столько мастеров, столько школ, я не в состоянии всех знать, к сожалению. Так. Вот. А, хотел рассказать еще, пока щиплю брови, потому что пока я не выщиплю эти... Супер, нет, вы лучшая, пишет. М? Пишет, супер, вы лучшая. Ой, боже мой. Я сейчас... Спасибо большое, девочки. Очень приятно. Вот. Какой у вашей модели будет процент остатка? Я не даю никаких гарантий в процентном соотношении, никаких цифр, никогда не называю. Ни по срокам носки, ни по проценту остатка. Я просто знаю, что мои пигменты заживают с остатком от 60 до 100%. Вот так вот получилось. Приближу сейчас. Так, пишет, вы согласны, что эскиз нужно делать не по шаблону? Да, я согласна. Я уважаю все мнения, уважаю все разновидности отрисовки эскиза. Главное, чтобы человеку было удобно, и главное, чтобы получался хороший результат. Так, сама я так уж сложилась. Никогда в жизни не пользовалась ни линейками, ни нитками. И своих учеников никогда не учу ими пользоваться. Мне кажется, что я вижу лицо просто глазами. И мне специальные средства не нужны. Конечно, я могу понять, что для человека, который лица пока не чувствует и не видит, какие-то схемы могут оказаться важны. Главное, это только в итоге не полагаться всю жизнь свою, всю свою профессиональную карьеру на эти схемы. А в итоге научиться таки все-таки лицо видеть и понимать, что за этими схемами стоит и почему так, а не иначе. Пишут, девушки, повезло, что вы у Ольги делаете брови просто очень красиво. Ой, нам вообще с Надей друг с другом повезло. Надя у нас самый лучший на свете массажист. Да? Не хочет работать в нашем салоне. Зовем, зовем. О, у меня свое место хорошее есть. Так, что-то я хотела там важное еще, интересное сказать по теме. А вторую не надо выщипывать? Надо, но я сейчас хочу с этой поработать, потом туда пойду, выщипываю. Как не надо? А вторая так. Оставлю тебе. Очень часто я просто... А, я к вопросу о легкости внесения. Понимаете, в чем дело? Ну, это вот моя такая позиция, как-то мой опыт. Опять-таки, я не утверждаю, что нужно делать именно как я. Многие почему боятся работать поверхностно? Вот совсем поверхностно изначально. Потому что они боятся, что потеряют эскиз, что сотрут, ничего не увидят. Поэтому стараются работать поглубже, поплотнее, чтобы сразу было все видно. Ну, вот это вот такая палка в двух концах. Я считаю, что лучше пусть будет не видно, лучше пусть вы потеряете эскиз, лучше пусть вы поначалу будете сажать, пусть несколько раз клиента подправлять эскиз. Ну, потихонечку, потихонечку, напыляя, добьетесь нужного натурального результата. Сохранить эфирм не идти надо. Да, я думаю, он сохранит. Он же сохраняется теперь все время. Он повисит немножечко в ленте, а потом уйдет вот туда, в IGTV. Мало кто к этому IGTV привык, мало кто туда ходит. А там же все видюшки висят. Туда можно всегда заходить и смотреть. Там вебинар висит последний по пигментам, кстати. Вот. И вообще, все на свете там. Пишут, пудру лучше делать 0,25 катриджа. От кожи зависит. Мне кажется, 30-я игла универсальная абсолютно. Но иногда бывает настолько кожа сложная. Если она пористая, неровная, то крупной иглой ничего не получится. Да, там надо помельче иголочку брать. Поближе сейчас я вас сниму вам. Вопрос. Очень часто выбирают модель с красивыми зеркальными бровями и рисуют ниткой. А клиенты ушлые и, бывает, требуют четкий эскиз ниткой. Приходится объяснять, что это для каждого индивидуально. Это не вопрос? Я, наверное, расскажу. Ну, не знаю. Это опять-таки о чем тут ушлость. Это как людям объяснить, как им подать себя. Я не могу себе представить, чтобы ко мне пришла клиентка и начала требовать от меня отрисовки эскиза ниткой. Но это просто невозможно. У меня в кабинете такое невозможно. Я отрисовываю так, как я отрисовываю. Это моя работа. Я знаю, как ее выполнять. Если вы хотите эскиз ниткой, значит, вы идете в другую мастеру. Вот, все. Тут все просто. Вот. Поэтому по поводу поверхностного внесения. Часто бывает, что девочки приходят на мастер-классы, на живые, я имею в виду. Сейчас, конечно, все переместилось в сеть. Но это, не знаю, это беда. Я не знаю, как к этому относиться. Я очень сильно расстраиваюсь. Потому что ничто не заменит живого мастер-класса. Никакой онлайн мастер-класс не даст вам почувствовать вибрацию иглы в коже, почувствовать, как стоит рука. Но это невозможно. Это хорошая вещь. Безусловно, онлайн обучение должно быть. Но живое обучение, оно всегда ценно. И как минимум оно должно сочетаться с онлайн обучением. Вот. Поэтому вот когда девочки иногда будут, когда приходят на мастер-класс, говоришь поверхностное, вот я работаю поверхностно. Ну, давайте посмотрим, как вы работаете поверхностно. Ставят руку вот так вот на лоб, да, рядом с моей работой. Палец ставят, чтобы послушать вибрацию, и говорят, да ладно, вы, типа, гоните. С такой вибрацией пигмента в коже остаться не может. Там вообще ничего, типа, не чувствуется. Трубки сразу все остаются на свои места. Насколько я же знаю, что ты мне достанешь. Как он останется? Значит, те, кто работает с существенно большей вибрацией, больше дают на кожу, попадают глубже. Вот он и холод в итоге образуется. Ольга использует аппарат Мастфлекс на данный момент. Скоро будем заканчивать. Прости, Надюшка, да, разговариваешь, что оно всегда немножко замедляется. В тишине, да, в тишине бы оно было. Шир-шир-шир. Вот очень хороший прямой эфир получился. Да ты говоришь? Девочке тоже спасибо, которая помогает вести мир. Пояснимо вам тоже. Это наша Лена. Куда мы без Лены? Все расскажет. А, вот же, я же вспомнила, что я не рассказала. А это для тех, кто посещал конференции и знает. В конференциях у нас ведущая часто бывает легендарная Наталья Веда. Многие, наверное, с ней виделись. Знают, какая она крутая. Вот, как она умеет держать публику. Как она умеет рассказывать о себе. И для тех, кто мечтает выступать на сцене, кто боится этих выступлений, кто стесняется, но при этом хотел бы выглядеть достойно. У Натальи есть мастер-класс под названием «Управление впечатлением». Это не мастер-класс, это, наверное, такое красочное шоу. Вот она в феврале 17 числа даст этот мастер-класс у нас в студии. Так что, кому это интересно, приходите. Я думаю, что это будет вау. Точнее, не у нас в студии, а это будет зависеть от количества собравшихся людей, потому что, может быть, что мы в студии и не уместимся, и тогда мы перейдем в какое-нибудь другое помещение с большим залом. Вот, это будет клево. Девочки, может быть, что-то еще вам интересно? Задавайте вопросики, не стесняйтесь. Оля готова сейчас задавить на все вопросы по пигментам. Может быть... Ловите момент, пока мы готовы. Прямой эфир не так часто выходит по возможности. Ведь получается как? Так, эфир вышел, там несколько вопросов, то все молчат. А потом начинается завал в личке с вопросами, которые можно было бы задать в прямом эфире и получить сразу ответ. Много из клиентов просят антрацит, а я не пойму, как миксер сделать. Послушайте, мои дорогие девочки. Давайте я вам расскажу, как я вижу эту проблему. Опять-таки, еще раз, 200 раз, миллионов, повторяю, что это мое видение. Раз уж вы на моем прямом эфире, то я уж буду говорить так, как я считаю нужным. А вы уж там сами решите, прислушиваться к моему мнению или нет. Так вот, обсуждать цвет можно только, когда дело касается губ. Губы – это зона более декоративная, там возможны варианты. И это можно как-то все обсуждать. Показывают любимые помады, карандаши. Цвет бровей, по большому счету, у человека может быть только один. Вот ему должен подходить вот такой цвет бровей. Все остальные заявки, запросы, они под очень большим вопросом. Я цвет бровей не обсуждаю никогда в жизни вообще с клиентами. Брови я обсуждаю только в форме. После этого цвета я подбираю сама, сообразно, облику и типажу человека. Поэтому, опять-таки, какие антрациты? Вы знаете, что такое антрацит? Антрацит – это, по сути дела, уголь, да? Почти черный цвет. То есть, если вы пойдете на поводу у клиентки, то вы должны будете взять шестерку, да? Пигмент для век, угольный. Ну и вы получите что в итоге? Какие брови вы получите? Ну, свинцовые в лучшем случае. Может быть, даже там голубоватые. Вот. Я не думаю, что антрацитовые брови в природе существуют. Такого холодного цвета у волос не бывает. Основной составляющей для всех бровных пигментов является желтый цвет. Потому что в волосах, везде у нас очень много желтого пигмента находится, даже если волосы темные. Поэтому на такие вот откровенно холодные пигменты не смотрите, когда речь идет о бровях. Не смотрите, это неправильно. Если человек не знает, как выразить свою мысль и хочет холодного и темного пигмента, значит, ваша задача, скорее всего, сделать насыщенные брови. Ну, если типаж позволяет, берите пятерку, смягчайте ее оранжем и работаете. Серо-коричневый антрацит, пишет девушка. Нет. Коричневый в антраците нет и быть не может. Антрацит – это очень-очень холодный серо-черный цвет. Поэтому я говорю, все вот эти вот рассказы про пигменты на словах у всех разные понимания. Что такое коричневый, что такое серый, что такое графитовый. Поэтому я говорю, это очень сложно обсуждать. Можно еще раз, как прорабатываете головку в ровне? А вот я ее не прорабатываю. Смысл в том, что прорабатывать головку нужно так, чтобы не прорабатывать. Головки – самое нежное нанесение пигмента. Мелкими штришочками, на вылет. Существенно меньше проходов, чем в других местах. Вот так вот она получается. Краснят немножко хвосты за счет сосудов. Нет, ну еще один проход я должна сделать, конечно же. Только я не знаю, когда закончится эфир. А, час, наверное, да? Час? А я не знаю, сколько, забыла. Как бы он не слетел. Да? А что там не показывают? Я не вижу. Счетчик? Нет, раньше показывали, кстати. Сейчас не вижу. Интересно, сколько он у нас идет. Правую из головки начинаете, а левую из хвостика так. А я все имею в виду на себя, поэтому да. Сейчас я посмотрю. Не знаю, как посмотреть. Многие мастера работают иначе. Для меня это не принципиально. Потому что я не считаю проходы. И не обращаю внимания к хвосту и хвосту. Я смотрю на результат. Уже кажется, что скоро оборвется. Оборвется, да? Смс, телеграм мы отправили в 14-26-15-28. Ага. Ну, давайте сейчас завершим. Можно потом видюшку просто снять результат и выложить ее тоже в сториз. Правую головку начинать, правую из головки начинается, а левую с хвостом. Да, да, я ответила уже, что да. Чуть упустила момент. Мы вынуждены прервать сейчас эфир, чтобы он сохранился. Поэтому мы, возможно, в ближайшее время еще выйдем в прямой эфир. Накопите, пожалуйста, свои вопросы. Мы ответим на все ваши вопросы. Не забывайте про нашу страничку в Телеграме. Там Молли ежедневно, можно сказать, ежеминутно отвечает, когда есть свободное время. Всем, всем, всем мастерам. Поэтому спасибо, что вы с нами сегодня были в эфире. Мы вас будем ждать в следующий раз. Мы с вами прощаемся. Результат покажем. Да, результат мы вам покажем. Оля тоже говорит. До свидания. Пока-пока. Спасибо всем. Продолжение следует. Продолжение следует...